приветствую всех на своем канале и сегодня мы с вами свяжем вот такой прямоугольник который идеально подходит для донышка сумки или для интерьерных корзинок давайте вначале разберем теорию набираем произвольное количество воздушных петель столько сколько вам нужно для придуманного вам изделия и дальше поехали в этот в эту последнюю воздушную петлю мы будем провязывать столбик без накида и по прямой доходим до конца и в последнюю петельку мы будем провязывать 3 столбика без накида по прямой столбики без накида дошли до конца вот в эту петельку мы уже провязали один столбик добавим еще сюда один и один пришли сюда в каждом уголочке вот 1 2 3 4 4 для формирования прямоугольника мы будем делать по 2 при бабочки значит 1 2 3 и по прямой в этот уголочек мы делаем 3 1 3 и по прямой в этот в этот в этот столбик мы делаем 3 и 1 то есть мы сделали при бабочки в каждом уголочке дальше мы пришли сюда сюда делаем 1 столбик в серединку мы делаем 3 и 1 поехали по прямой 1 столбик в серединку 3 1 1 1 1 3 1 и поехали по прямой сюда 1 сюда 3 сюда 1 сюда 1 то есть в каждом уголке из этих трех мы будем серединочку делать 3 столбика и за счет этого будет идти прибавление и формироваться правильный такой да как прямоугольничек теперь перейдем практической части начинаю я свое вязание не сначала а чуть-чуть отступаю ну сантиметров 50 я буду вязать небольшой образец а вы потом поймете для чего это нужно и отступите столько сколько вам нужно первую петельку я не затягиваю набираю произвольное количество петель но предположим столько мне будет достаточно петля подъема пропуская один столбик и следующий вяжу столбик без накида мы с вами находимся вот здесь провязываем этот столбик в каждой следующей мы вяжем столбик без накида специально взяла большой толстый шнур и толстый крючок чтобы петли получались большими как бы макро картинка чтобы у вас получалось было бы все видно наглядно мы дошли до последней петельки и в нее мы провязываем 1 2 3 столбика без накида 1 шнурок оставляем за работой 2 и 3 теперь поехали по прямой в каждой каждую петельку мы вяжем 1 столбик без накида так ряд подходит концу мы с вами находимся вот здесь и в эту петлю нам осталось провязать еще 2 столбика без накида 1 уже есть 1 и 2 как и перехожу на следующий ряд сбрасываю эту петлю в крючка завожу вот под следующую петельку крючок с изнанки на лицо захватываю эту петельку которая оставила и завожу ее на изнанку провязываю воздушную петлю вязать мы будем с вами рисунком узор галочкой он более плотный более подходящий у каждой петельки есть левая и правая стеночки и с обратной стороны левая и правая и вот такая душка крючок мы будем вставлять между этих двух и между этих двух обратите внимание вот стеночка и вот стеночка и под эту дужку значит сейчас я буду вставлять крючок именно вот в этот это последнее последний столбик из трех протягиваю петлю первый раз петельки получаются перевернутые поэтому я их скидываю в крючка меняю местами и заднюю перевожу через переднюю вот мы перешли далее мы вяжем по прямой то мы с вами связали один последний столбик из этих трех два оставшиеся мы будем делать когда будет ряд у нас завершаться подходить концу мы с вами находимся вот здесь и теперь в этот столбик мы будем провязывать 3 сюда 1 а сюда 3 тем самым формировать наши уголочки сначала вязание немножко туго но потом вот эти все как по маслу 1 сюда же следующий столбик мы провязываем 1 столбик это вот этот и в следующем мы провязываем 3 1 2 и 3 поехали по прямой до конца этого ряда мы дошли вот до сюда провязываем 3 столбика 1 и вот эти два столбика оставшиеся которые у нас не были провязаны в начале этого ряда не были провязаны в начале этого ряда 3 1 2 3 следующий столбик мы провязываем 1 вот сюда и туда куда был провязан первый столбик сюда же мы провязываем еще 2 1 и 2 вкидываю петлю с крючка завожу крючок под эту петельку чуть-чуть вперед захватываю петлю и протягиваю ее назад тем самым мы связали с вами второй ряд переходим к третьему воздушная петля последний столбик который вот был у нас для поднятия на следующий ряд для перехода на следующий ряд вот сюда же мы и заводим крючок вытягиваем петлю меняем их местами чтобы они красиво ложились заднюю перевожу за переднюю и мы с вами связали вот этот столбик который один один три мы провяжем в конце когда будем идти до конца сейчас по прямой вяжем столбики без накида дошли до конца вот у нас 3 1 и 3 значит мы провязываем первый столбик одну петлю один столбик 3 столбика и 1 именно в галочку до 1 столбик готов центр мы вяжем 3 что формировались наши красивые уголочки 3 следующий столбик 1 далее по рисунку у нас 1 столбик следующий уголочек мы провязываем 1 центр 3 и потом 1 столбик вначале 1 теперь 3 1 2 3 и 1 дальше мы идем по прямой посмотрите какой красивый прямоугольничек у нас уже формируется мы с вами находимся вот здесь провязываем 1 3 1 1 есть центр провязываем 3 14 1 и 1 далее по рисунку мы провязываем один столбик это вот этот и здесь мы провязываем 1 и 3 потому что вот это было провязано с нами это вот это петель пить вот это петель пить вот это петель 1 и теперь вот в эту петлю мы провязываем 3 вот сюда очень скрипит извините шнур но зато я добилась того чего хотела и картинка действительно получается макро 2 и 3 сбрасываю петлю с крючка завожу ее под вот эту петельку захватываю эту петельку завожу ее назад не поролась вот такой прямоугольник у меня получается теперь что делать с этим вот концом который мы оставили завожу крючок вот сюда вытягиваю шнур на лицевую сторону и пойду соединительными столбиками смотрите натяжение правильно потому что конечно такие дырочки которые вот действуют получают они нам не подходят для вязания сумок так вот красивенько мы проходимся так и вот сюда еще чтобы наверняка теперь завожу крючок с изнанки захватываю эту петельку и вывожу ее на изнаночную сторону так это выглядит с изнанки так это выглядит с лица ровных вам петелек и встретимся в новых видео до конца до конца до конца